Региональная деятельность 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 почему но в этом году я опубликовал свое первое стихотворение она называлась весна в малой тиражке газета авангард это заводская газета ульяновского механического завода но можно сказать да что мой творческий путь так сказать официально был открыт вот этой газетой ну вообще наверное в не сразу родилось первое стихотворение или там раз все начиналось с детства вот при люди оттуда ведь мы все родом из детства конечно даже я скажу больше всего началось с александр сергеевич пушкина до мой отец рассказывал мне постоянно что когда меня укачивал на руках он читал мне сказки пушкина я под них засыпал наверно поэтому и у меня такое восприятие жизни все же именно глазами ну пусть громко сказано александр сергеевич пушкина его вот фантазии его народными сказками его жизнелюбие любовью к русскому языку наверно оттуда ну а потом какие-то первые строки когда они появились ну первые строки конечно я посвятил маме папе своей семье это уже в школе учились данные ну да я к 8 марта 23 февраля я обязательно писал стихи своим родителям они кстати сохранились и даже первую сам газету собственно я своей квартире повесил до к 8 марта маме и к 23 февраля своему отцу и там были стихи но к сожалению не сохранилась но маленькой книжечки и вот ее не захватил к сожалению маленькая книжечка есть у меня вот такая есть титрадная первую сказку для своему брату это вам сколько было ну наверное 2 3 класс потому что я смотрю сейчас на свою внучку милану да и вижу себя ее в себе и себя в ней она также сочиняет сказки она прям сидит за столом и для кого не знаю но вот сидит и может рассказывать сказки сочиняет мне интересно вот но это ведь дар получает какой-то талант наверное да и вы его взрастили потом школе да я был редактором школьных стенгазет классный стенгазета потом редактором стенгазеты машфака и один раз удивил наверное весь факультет тем что гигантскую газету повесил на стену я ее практически один сделал потому что но члены ряд коллеги сами знаете все улынили от работы никто не хочет там я там даже рассказ придумал фантастический про студентов ну и все все вот это газеты про ней даже написали по моему за инженерные кадры в политехе выпускалась газета и там отметили что да такая горит огромная газета вышла на машфаки просто горит ну поразил поразила всех своими размерами гигантскими и александр я вот только не понимаю почему мы в технический университет пошли они на филологию к примеру вы же уже тогда писали но родители мои все же они люди творческие но ближе они к технике инженер отец инженер мать она то есть это удалось имя инженер да ну и я с детства любил что-то мастерить поэтому от первой книги то тоже уже не раз об этом рассказывал что приключение бубоньки да он мальчик который чего-то всегда в кармане таскал железки ну и мы с мальчишками бегали по свалкам собирали железки я из них делал роботов танки самолетики но что-то изобретал и роботы в том числе вот и вся тяга вот к изобретениям наверное когда конструирование она у меня вот была и до сих пор она есть но я кстати изобретатель ссср здорово был такой вот это я не знала у меня значок есть и авторское свидетельство на изобретение в составе авторской группы мы изобрели и не побоюсь этого слова сказать изобрели это был еще наверное восьмидесятые годы гибкий автоматизированный модуль прессования резинотехнических изделий манжет для военной техники вот так наверное а сейчас есть какие-то изобретения вот уже двухтысячные годы у вас что-то появилось тоже или нет это нет я потом стал руководителем строителем плотником питочеком сначала стал ушел и чтобы получить жилье а потом стал руководить цех цехами производством и собственно уже людей подвигал на какие-то такие рационализаторские действия вот пытался ну вот заставить не заставить даже так сложно сказать а найти в каждом человеке вот искорку творчества изобретательства там в каждой работе в каждом моменте нужно что-то оригинальный подход свой подход иметь ну а вообще вот мечты же были в детстве какие-то они воплотились у вас не знаю наверное родители как ну как и все дети наверно хотел сначала стать космонавтом и об этом наверное где-то детском садике говорил вот хотел я стать художником хотел я стать астрономом можно мечта детства на астронома помню а художником стала ваш брат в результате ну да так получилось брат стал художником я не поступил я готовил документы в киевские художественные высшие училища или институтом назывался на тот момент и даже в крыму ездил в крым на эти воды чтобы подготовить на конкурсную комиссию приемную комиссию ведь сюда у меня до сих пор остались крымские пейзажи вот тех еще далеких хотелось бы увидеть и да вот у вас так разностороннего разносторонняя личность прямую и и там и там вы ну слова велиомира хлебника у меня вот с детства запомнились я их помню наизусть мне гораздо приятнее смотреть на звезды чем подписывать смертный приговор мне гораздо приятнее идти по саду и слышать голоса цветов говорящих это он чем видеть ружья убивающий тех кто хочет убить меня поэтому я никогда не стану правителем такая мудрая такие стихи вот у ваши герои ваших книг это вы уже сказали бубонька маэлла ну там дальше уже идет стенка разина богдан хитрого а вот в детстве кто был вашим героем в детстве героем но как-то я не задумывался над этой темой вообще кумир у вас был человек которому вы прислушивались отец отец и когда я начал писать стихи он сказал ты знаешь это тернистый путь творчество литература поэзия и на этом пути будут будет возможно и не только звезды да но и падение поэтому ты будь готов к этому и самое главное не считает работой это душа требует вот так к этому относись хочется пиши не хочется не пиши писательской деятельностью заработать не ставь задачу это вообще невозможно во первых и не надо это должно идти изнутри от сердца души от ну и конечно ума так и происходит по жизни до снова возвращаясь к виртуальной страничке вы пишете что восемьдесят девятом году у вас был девиз дожди за дождями не повод хандрить но я не буду уж каждый год перечислять в девяносто восьмом году счастлив тот кто может мечтать и удивляться девяносто девятом лишь добродетель к любви укажет верный путь сегодня у вас какой девиз сегодня но девиз наверно вот название новой книги которую меня вышло это книга поэзии и прозы здесь и стихи две поэмы новеллы рассказы даже верли бы собственно я начинал свое творчество и первое большое произведение написал верли бы который назывался шар наизнанку я кстати пришел с этим произведением в ульянскую правду я не помню кто был редактором тогда я был по моему еще студентом даже или уже закончил не помню я пытался найти это поэму не нашел она рукописная было я пришел главного редактору как-то добился приема захожу я говорю я такой-то вот поэт я написал верлибр я написал шар на изнанку это нужно это патриотично это там про америку про ее небоскребы вот про империализм капитализм и прочее такое она огромная такая поэма была это наверное 80-е годы он прочитал ну я начитался вознесенского и вот у него есть стихотворение в америке пропавший адом камели и аммиаком в аллеях лунных в туннелях лунных как аллеи по алюминиевым аллеем и что-то такое я вот этим загорелся тоже такую поэму написал и он когда прочитал ее он я видел в глазах его отразился какой-то некий ужас он говорит слушай но это точно не для газеты ты давай там москву молодую гвардию туда я куда-то отсылал может быть не отсылал я уже не помню но на этом мое творчество закончилось рукописи нет нет я ее читал вообще в общежитии потом в общежитии механического завода собрались и значит молодые вот специалисты и был поэтический вечер мой первый поэтический вечер я такой вышел в кожаной куртке такой молодой и начал эту поэму читать она начиналась так бешеной как смерч внезапный глаз косящийся кровавый ну что-то такое вот и смотрю все погружается в какую-то такую астрал и потом слушали да слушали конечно но я ее читал героически так на подъеме и потом а я только что женился и вот с молодой супругой нас пригласили и потом виза студенческого общежития там то ли заведующая нас сказала свет как вы живете с ним после ну а жена воспринимала все это нормально ну да поддерживал вас потому что я написал тоже большую поэму на свадьбе я ее зачитывал при гостин там у меня много гостей было комсомольцев с гитарами комсомольская свадьба ну смазь с моей стороны да очень много пришло друзей комсомольцев потому что мы в труслеты ходили походы я тогда и в горы ходил вот эта вся была жизнь тогда такая на каком подъеме энтузиазме она была то есть нам ничего не нужно было нам нужна гитара дорога свобода звезды любовь и песни и стихи конечно куджавы все изгиб гитары желтой все вот это было здорово приятно вспоминать да я уже как-то на меня глаза горят да я чувствую что я там уже у костра а новые новая книга о чем что туда вошло расскажите ну новые книга покажем да вот она называется я пришел наблюдать за снегом но у меня есть творение где вот эти строчки есть то есть как бы ну понятно название да метафора что мы все зрители во вселенной мы пришли наблюдать за снегом за солнцем за природой за собой мы должны и обязаны наверное за своей душой наблюдать за своим сердцем за своими поступками вот так как мы наблюдаем и за нашими современниками современники наблюдают за нами в том числе и за мной вот здесь что здесь мое обращение к моим читателям здесь собственно я кратко рассказываю биографию творческую свою начинается книга поэмы ты россия моя то есть как бы историю нашей страны вот здесь вот от наших предков до современности то что вошло в журнал была эта поэма отрывки журнале журнале сингерсом наверно было здесь кстати поэму крыма совсем новая да я вот просто с детства мы с родителями почти каждый год ездили в крым ялту как правило я с тех времен влюбился в крым все же вот думаю надо посвятить этому этой жемчужине вот черноморского побережья поэму я посвятил поэму ну здесь стихи о нашем крае новеллы связаны с симбирском с ульянском с нашими я заметил там с нашими современниками да я мог пишу о нашем городе гулянске симбирске это очень приятным вот я думаю читатель будет интересно ну как бы погрузиться вот мой мир в котором мы вместе живем и многие будут узнавать может быть и себя и я так понимаю презентация книги состоится восемнадцатого числа до она как не презентация это будет мой творческий вечер в том числе да я озвучу что такая книга вышла и я планирую вот подарить библиотеку горда но вы как всегда ударить свои книги ну и дети конечно вот благодаря этому читает и вот и детские ваши книги про маэлу про бабоньку ну вообще наверное детям не просто писать вот почему вы стали писать именно для детей до двухтысячные годы же были на ну мы читатели библиотеки библиотекарь знают почему я пишу для детей я уже много раз рассказывала на встречах писать и со школьниками конечно из библиотеках с читателями ну первые свои сказки я брату рассказывал потом их стал записывать потом своим детям стал рассказывать потом стал записывать в одном думаю ну пусть мои сказки почитают не только мои дети да все дети как можно больше детей конечно каждому писателю хочется чтобы было больше читателей у него так же как сейчас в аккаунтах каждый хочется чтобы было больше подписчиков больше комментариев вот но мне больше хочется знаете что даже не какой-то славы для себя, для своего времени, мне хочется жизни для своих героев, которых я создал, и которые уже живут, живут не только в книге, не только на книжных полках, они живут уже в умах и сердцах юных читателей, и, наверное, кто-то вырос на этих книгах, и я могу точно сказать, что выросли, потому что пишут мне, и на почту пишут, и в аккаунты разные пишут, что да, вот вашу книгу я 20 лет назад прочитал, потому что первая книга для детей вышла 21 год назад. Это какая была книга? Это «Космические приключения Бубоньки». А как вообще персонажи у вас появляются? Бубонька, Маэлла, откуда они? Они вымышленные? Да нет, писатель не может выдумать того, чего не было. В принципе, он может это обыграть, внести что-то свое, сфантазировать, но основа должна быть. Как «Космический взрыв» первозданный был, и Вселенная стала образовываться, так и образы они были, это на образ, детские образы они возникли. Просто имена даже интересные. Бубонька, Маэллы, такие какие-то сказочные действительно. Ну, им всем есть название. Маэлла – это девочку звали Элла. А ветер принес, мама крикнула, сказал «Маленькая Элла», а ветер принес «Маэлла, маленькая Элла, Маэлла». Бубонька, он бубнит себе под нос. Это он Бубонька. Или Бубонька, ну, все по-разному называют. Вот, Стенька разен, он, ну, это наш герой. Нет, вообще, мне кажется, историческое, что-то написать, это, надо, во-первых, узнать факты, да, все, погружаться в историю. А здесь для детей вы еще, к тому же, написали эту поиску. Ну, да, мне хотелось, чтобы наши дети знали историю нашего края, и наша история нашего края, она очень интересная, она глубокая. Вот, и как Богдан Хитрова Симбирь строил, я вот, ему рассказал, и как Стенька разен по волке ходил. То есть, на фоне исторических событий, вот, детские взаимоотношения, они что сейчас, что 100-300 лет назад, они так же оставались. Так же конфликт детей, богатых, бедных, конфликт сильных, слабых. И всегда все равно в моих книгах торжествует сила добра. Вот это главная, наверное, тема в моих книжках, в любой книжке. Хоть вот в романе «Стена», где, ну, вы знаете, что вот прообраз главного героя взят с Никас Сафронова. С нашего земляка, художника, до авангардиста. И я внешний облик его взял. Вы с ним хорошо знакомы с ним, да? Ну да, я был с ним знаком, я приехал, ну, он приезжал иногда в Ульяновск, и нас здесь познакомили. Вот. А мне его образ очень понравился, колоритный, конечно. но его картина, есть в них что-то такое философское. И роман у меня тоже философский. Вот. Ну, я ему подарил, конечно, книгу, но он немного обиделся на меня, в том плане, говорит, почему ты главного героя назвал Виктор, а не Никас. А, то есть надо было вообще реальное имя взять. Да, я говорю, Никас, но это же прообраз, нельзя называть настоящим именем главного героя, это уже будет не роман. Да. Это будет, ну, как минимум, очерк. Я же не для газеты написал, это же я написал. Роман исторический, здесь я несколько слоев заложил, философских, исторических, вот, чтобы интересно было. И молодому читателю читать, и уже так зрелому читателю читать роман. То есть для широкого круга читателя книга написана. И я вот хочу сказать, что ваши произведения выходят, вы сотрудничаете с журналом Симберск, литературный Симберск, и как раз вот книгу я держу, как Стенька Радин по Волге ходил, здесь, по-моему, тоже на страницах журналов выходил. Да, Елена Викторовна. Да, можно будет посмотреть, почитать. Свет номер, замечательный. Ну, журнал Симберск, литературный журнал, он же учрежден, в том числе, союзом, Ульяновским региональным отделением, союз писателей России. Да, да. И наши писатели регулярно печатаются. Что очень правильный дом. Конечно, это наш дом. Да, да. Куда мы приходим со своими произведениями, рассказываем о своем творчестве и узнают о нас. Ну, еще приятно, что именно ваш брат оформил книгу, да, и здесь, и в журнале тоже оформление. Кстати, журнал, вот один из, я считаю, один из лучших в России. И многие отмечают, у нас недавно был фестиваль, Волжский пристань, толстых журналов. В том числе мы с нашего Ульяновского регионального отделения союза писателей инициировало вот эту встречу редакторов журналов, писателей. И все отмечают, что высокий уровень журнал Симбирск. Да, мало у кого в регионах. А сейчас он цветной, да, допустим, в Самаре он выходит в другом формате. И там нет цветных вкладок таких замечательных. Не так часто, по-моему, они выходят. Не так часто. Вот это вот приятно, что у нас для писателей есть такая площадка. Есть, но это и благодаря губернатору Сергею Ивановичу Морозову. Конечно, поддерживает. Это очень хорошая поддержка. Ну, раз мы перешли уже к писательской организации, в ноябре исполнится год, как вы ее региональное отделение возглавляете, что сделано за год? Вы можете уже итог какой-то такой подвести? Может, не обо всем, конечно, рассказать, но вкратце. Ну, да, главный итог, то, что я хотел и какие задачи я ставил перед собой и озвучил их на собрании и на правлении. Вот. я считаю, что они все выполнены. Главная задача была это как-то объединить, больше сдружить, может быть, писателей, да, дать площадку писателям для общения и площадку и виртуальную дать, мы живем сейчас в современном вере, без этого невозможно, да, это у нас группа в WhatsApp. Мы каждый день, каждый час, бывает, каждый минуту, кто-то что-то пишет, мы чувствуем пульс каждого писателя, вот эта литературная такая река, она течет через этот WhatsApp у нас. Если вам его показать, прочитать, это просто отдельный роман, да, его можно сидеть, читать бесконечно. Вот, мы там проводим не только объявления какие-то, вот, братья по Перу своей стихи публикует, то есть, сразу напечатал уже все, и первый читатель, вот, писатель. Очень удобно. Удобно, да. У нас там проходит литературная Блица каждую субботу вечером кто-то объявляет тему Блица, через два часа желающий публикует стихотворение, модератор выбирает лучшего и передает ему флаг модератора, и следующую субботу значит, другой пойдет. Интересная форма. В эту субботу модератором был я, и тема была поэт и осень. Ну, сейчас осень, самая пора для поэтического вдохновения. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, победил Виктор Малах, я ему передал, так сказать, эстафету, да, следующую субботу он должен провести Блиц уже со своей темой. Вот. Дальше. Мы создали сайт. Он уже работает? он давно работает, он живой. Практически каждую неделю все материалы, которые у нас имеются, все мероприятия, которые мы проводим, а их очень много мероприятий, и личных, и совместных мероприятий, мы на этом сайте они отображены. Можно зайти, просто набрать Ульяновское отделение Союза писателей России, там, в общем, сразу будет информация. Все свежее. То есть, сайт живой, очень живой. Один раз в Инстаграме тоже я подписан на одну группу литературную, и там в свое время мелькнула такая, я не буду называть сайт тоже писательской организации одной, и там молодые поэты сказали, да у них сайт, он уже мхом порос. Меня это так задело, думаю, у нас сайт не будет мхом порастать, у нас сайт будет живой, он будет гореть. Вы сами ведете, да? Ну, Лайков, Александр Лайков поэт ведет, он в основном пишет, вот, ну, все участвуют, все участвуют у нас, кто-то пишет, мы даже молодых размещаем иногда материалы туда, вот, ну, конечно, времени не хватает на все, но стараемся, вот, что у нас? А вот, недавно ездили, устанавливали верстовой столб, вот, об этом еще, расскажите, пожалуйста, у вас такая хорошая тоже акция. В прошлом году, как раз вот, ноябре месяце, в принципе, я как бы председателем в октябре даже, я считаю, что с октября можно сказать, но просто документы пока оформляли, пока в юстиции там утверждали документы, регистрировали, там уже, как бы, мы переваливаем на ноябрь, поэтому как бы официально ноябрь, а так, в принципе, с октября. Вот, мы с Ольгой Николайной Дарановой вместе вот придумали такой, как бы, не мероприятие даже. Это акция, наверное, больше. Да нет, даже не акция. Это у нас длительная такая, ну, тема литературная. То есть, мы решили в забытых литературных местах Симбирского края установить верстовые столбы времен Александра Сергеевича Пушкина. То есть, они по форме напоминают те верстовые столбы там 19 века. Да, если станционный смотритель посчитать, то как раз и вот первый столб мы еще в прошлом году установили в Карамзинке, в село Карамзинка, на где было родовое имение Николая Михайловича Карамзина. Вот там уже заброшено, три дома осталось, но там уже никто не живет, но столб есть. То есть, если посмотреть из космоса, из Вселенной, то братья по разуму увидят, что место не забыто. Можно так сказать. То есть, у нас это проект. Вот проект, он называется, да, Симбирское Ульяновское литературное кольцо. Этот проект, как бы он продолжает, большой проект, который был Ольгой Георгиевной Шрипак, писательская организация, Министерство культуры, вот этот проект «12 апостолов». А, это как бы продолжение? А, это как бы, да, продолжение этого проекта. Ну, Карамзин, ты знаешь, что, в Аксаково? В Аксаково, в Верхнем Азе, где последние 10 лет жил Денис Давыдов. В районы, в область, в села, это литературная филармония. Но они традиционные, просто я продолжаю то, что до меня уже было, и мы ездим. в Андреевку ездили, в Корсун, ну, в другие места отдельные. Когда есть возможность, я выезжаю с поэтами, с писателями, на другое время другие выезжают. как бы, это для нас очень важно. Для вас важно, а для сельчан еще важнее. для нас важно донести свое слово до народа, до людей, до читателя. Вот. А для них это важно, увидеть писателей, поэтов, пообщаться в каком-то культурном пространстве, литературном. Вот. И мы туда привозим и вместе с дворцом книги, с библиотекой, мы туда привозим и знаменитых писателей, поэтов. Вот в этом году, например, вот в этом году я привозил в Корсун, Дорошенко Николая, это редактор журнала «Русский писатель». Вот. Он сопредседатель или секретарь Союза писателей России. Вот. Из Самары Александр Громов, из Сызрани Олег Портнягин, вообще изумительный поэт. Тоже я читаю стихи, так классно. Так. По-русски. Вот. А совсем недавно в Корсуну вот я привозил, мы ездили вместе с Максимом Замшевым. Это редактор литературной газеты. Конечно, в Корсуне были очень рады этой встрече. Он читал свои стихи, говорили о газете, говорили о литературе, о поэзии. Вот. Ну и рассказывали о богатой традиции, о богатой земле Корсунской. И сколько у них поэтов замечательных. Да, у них талантов очень много. Там очень и молодые, и уже зрелые поэты просто пишут очень замечательные стихи. Ну, ближайшие планы мы узнали в писательской организации. Да, еще один момент. А, хорошо. Я задумал первое, что у писателей должно быть свое помещение, своя комната. Да, кстати. Вот, этот план я реализовал. Это в первую очередь вы, мне кажется, реализовали, да? Чтобы было свое где можно собрать. Литературное место, где мы собираемся регулярно. И у нас регулярные литературные пятницы. Мы каждую пятницу собираемся по какому-то поводу. Или творческий вечер того или иного поэта, писателя. Или просто барды наши поэта. У нас же много бардов, поэтов. В организации много. Да. Федор Горобцов. Александр Тимаков. Алексей Жданов. Когда все приходят с гитарами, это здорово. Читаем стихи, слушаем песни. Ну, кто может, подпевает. И, кстати, там же мы сделали выставку наших произведений. Все книги собрали. Собрали книги. И можно ознакомиться... Во дворце книги? Во дворце книги, да. На первом этаже, да? На первом этаже, да. Можно ознакомиться с творчеством наших писателей. Ну, там не только ныне здравствующих писателей. Мы собираем книги ушедших членов Союза писателей. И отмечаем их юбилеи, и вспоминаем их творчество, читаем, проводим какие-то мини-литературные вот вечера. Да, еще один момент. Тоже у меня была задумка издать литературный сборник наших писателей. Вот этот сборник, я надеюсь, выйдет в ближайшее время. В этом году? В этом году, да. Уже материалы все собраны. Вот, долго мы собирали. Все 46, да, все 46 наших писателей будут представлены в этом сборнике. Он будет называться «Сибирская пристань». Вот это была тоже задумка, цель, и я надеюсь, она воплотится в конце года. Это будет подарок не только нам, писателям, каждому и нашим читателям. Это будет читателям, библиотекам. Там и биография каждого, краткая, и фотография представлена. То есть, как бы, маленькая энциклопедия, наверное, вот так и можно назвать. Спасибо, Илья Александрович, что и о читателях, и о писателях заботитесь. Ну, я хочу напомнить нашим зрителям, что 18-го числа в 15.00, да, состоится творческий вечер Илья Александровича Таранова. Вы, наверное, всех приглашаете, так понимаю, туда. Ну, кто неравнодушен. Во дворец книги. Кто неравнодушен, да, к моему творчеству, ну и вообще к литературе. Я думаю, будет интересно, весело и познавательно. Ну, я рад, конечно, буду встретить всех друзей и всех почитателей русского языка. Это важно, такие встречи нужны. Да. Нужны не только писателю, нужны, наверное, творческой среде. Это расширяет просто творческое пространство города. и мы вот по таким мероприятиям мы движемся, мы создаем историю, мы движемся вперед. Мы даем самооценку и себе, и окружающим. И хочу пожелать всем читателям, всем слушателям больше читать. Читать, читать, читать. Спасибо. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, чтение, лучшее учение. Вот я был в Крыму, отдыхал, отпуск провел, и я прочитал три книги. Могу похвастаться. Вы быстро читаете? Я давно мечтал прочитать книгу «Сто лет одиночества» Габриэля Маркиса. Но как-то не хватало на это время. И думал, ну, иностранную литературу, надо свою больше читать. Ну, и все же, думаю, надо почитать. Я нацелился на легкую такую велитристику, возможно, но столкнулся с такой глубиной. Вот. Еще сам даже недооценил, наверное, эту книгу. Очень здорово. Да, и там образ пророка-цыгана как-то возник. Собственно, я тоже сталкиваюсь с селярским с таким же вот персонажем. по-моему, его звали у Маркиса Малькиадес. Он предсказал судьбу рода Хосе сейчас Альберто Аурелио. Вот пять поколений, наверное, где-то вот написано в этой книге от жизни до исчезновения. Собственно, исчез весь род, исчез город, выдуманный этим писателем. Книга, с одной стороны, страшная, она научила меня тому, что надо относиться к жизни мудро. Но потом я прочитал книгу Сергея Довлатова, встретились, поговорили, я понял, что к жизни надо относиться с юмором. А потом вдруг попалась под руку книга местного поэта, и я понял, что к жизни надо относиться и творчески, надо больше писать. Вот это все надо объединить, суметь, да? Это сложно. Спасибо большое, Илья Александрович, желаем вам успехов, с прошедшим днем рождения. До новых встреч. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Надеюсь, получилось неплохо. Спасибо.